Здравствуйте! В эфире Астана онлайн программа, в которой поднимаются актуальные темы культуры, науки, искусства и образования. В Астане ученые-инноваторы презентовали интерактивную книгу «Азбука боеведения». В чем отличие этого учебно-методического комплекса традиционных печатных изданий? Об этом мы поговорим с гостем нашей студии, Олжасом Сулейменовым, техническим директором интерактивной компании. Добро пожаловать в нашу студию. Здравствуйте! Олжас Сулейменов. Родился в городе Ташкент. Окончил Международную академию бизнеса в Алматы. Работал администратором информационных систем в различных фирмах. Последние 7 лет является техническим директором интерактивной компании. В начале беседы я предлагаю посмотреть сюжет, который подготовили мои коллеги, и затем поговорим поподробнее. Хорошо. Перед нами чудо-ручка, которая была разработана казахстанскими учеными. Теперь, благодаря этому изобретению, учащиеся школ будут изучать творчество и труды великого казахского просветителя Абая Кунанбаева совсем в другом формате. Говорящая ручка, которая идет в комплекте к четырем изданиям, не только считывает тексты, но и помогает ученику проанализировать и растолковать все содержание материала. Цель нашего мероприятия – изучение ценностей казахской литературы, а именно Абая-ведение. С помощью данной техники увидела свет азбука Абая-ведения, состоящая из четырех книг – «Хороший учитель», «Хорошие родители», «Хороший ребенок» и «Хорошие друзья». И эти книги имеют четыре направления, которые в будущем могут стать путеводителем жизни. Участники конференции, пришедшие обсудить достоинства отечественного ноу-хау, отметили ряд положительных качеств. Во-первых, это переход на новый уровень по изучению трудов Абая, в основе которых лежит познавательно-воспитательная функция. Во-вторых, внедрение в образовательную систему компьютерных технологий, которыми увлечено подрастающее поколение. Сегодняшнее мероприятие – это еще один шаг в познании Абая. Отрадно, что изучение трудов Абая сопровождается новыми технологиями. «Чудо-ручка» и волшебные книги в скором времени будут представлены перед отечественными школьниками. Изобретатели надеются, что устройство позволит сделать обучение намного интереснее и облегчить весь процесс. Итак, Олжас, книга презентована. Вот скажите, наверняка нашим телезрителям, посмотрев сюжет, стало интересно, что из себя представляет этот учебно-методический комплекс? Расскажите о нем подробнее, в чем его главные отличия? Ну, наш учебно-методический комплекс, он строится на трудах великого просветителя казахского народа Абая Хуномбаева, где собраны, наверное, они затрагивают все сферы жизни человека. То есть мы здесь для родителей одна книжка, одна книжка, она для ученика, то есть для ребенка, и одна книжка, она для учителя. Также есть книжка для друзей, то есть это на четыре сферы рассчитано. Вы сказали, что азбука боеведения стоит из четырех книг, да? Вот расскажите, на примере одной книги, на кого она рассчитана, какие произведения в ней содержатся? К примеру, если возьмем для родителей книжку, она называется «Жахса Атаана». Здесь есть рекомендации Абая Хуномбаева о том, как должен родитель воспитывать своего ребенка. То есть оно полностью основано на Абадин Хара Сюззерэ, то есть здесь они все, ну, выбраны именно те, которые имеют отношение к воспитанию. На первый взгляд, это обычная книга, хотя это не совсем так. Вот вы в руках держите волшебную ручку. Расскажите, пожалуйста, как вот она считывает эту книгу? Ну, если технологически подойти, она считывает дот-код, который нанесен на бумагу. То есть каждому тексту присвоен определенный дот-код, который есть в этой ручке. То есть технология… То есть на бумаге есть какая-то информация помимо текста? Да, да. Вот объясните, пожалуйста, технологию, интересно. Здесь технология, это микро-дот-коды, которые нанесены, получается, они поверх текста нанесены. И здесь есть микрокамера. Та же печать, просто она микро, она для человеческого глаза, она не видна. Но ее считывает камера, которая встроена в эту ручку. И она, соответственно, этот дот-код, он привязывается к какому-то аудиофайлу, который расположен здесь. То есть непосредственно от того, куда мы его подносим. Вот все содержание этой книги имеется вот в этой волшебной ручке. Покажите ручку, пожалуйста, расскажите, что она себе представляет. Данная ручка… Есть кнопка «Включить», есть звук «Увеличить» и «Уменьшить звук». Значит, есть тут, куда можно вставить микрофон и динамик встроенный. То есть она довольно-таки качественный звук воспроизводит. Сзади есть слот, куда можно вставить батарейки, обычные мизинчиковые батарейки. Значит, сверху есть слот, куда вставляется SD-карта, на которую можно записать, если, к примеру, мы выпустим в будущем какие-то книжки другие, то можно будет поменять эту SD-карту, то есть мы будем выпускать книжки, уже будут они с SD-карты идти для тех, у кого есть такая ручка. То есть они смогут… То есть это, в принципе, ручка получается универсальная. Она может быть не только для этой книги. Да. Главное содержимое находится в карте, да? Да-да-да. И ее можно менять. Ну вот где вы обучились этой технологии? Мы купили лицензию и выпускаем, то есть мы сделали трансфер японской технологии сюда. Есть сейчас много подобных на рынке товаров, но у них технология немножко другая используется. Я вот буквально недавно видел. Но там был дот-код такой большой, как вот на штрих-коды, вот как у нас ИНН идет, или там на… Он немного неудобно использовать. На товарах. Да, то есть он большой, и нужно проводить вот так вот, чтобы она прочитала. А здесь микро-частицы, ну, микрокод, и поэтому можно на любую поверхность нанести. Для нас это, конечно же, еще пока новая технология. А вот как давно применяется эта система уже в Японии? Ну, прям так не скажу. Где-то, наверное, ей лет 6, может быть, 7. Интересно будет нашим телезрителям увидеть, как вот эта ручка будет считывать сейчас тесто. Что для этого нужно сделать? Прямо расскажите поэтапно. Сначала нужно поднести… Ну, сначала ее нужно включить. После этого нужно поднести ее к названию книги. Вот. Далее мы открываем книжку, и нужный нам текст мы подносим к любому месту, и он начинает его читать. Насколько она удобна? Потому что мы как-то привыкли вот постоянно ощущать бумагу, да, листать и читать, вот вглядываться в эти буквы, да, читать самим. А здесь все воспринимается на слух. Вот для чего это в первую очередь сделано? Первое – это то, что человек, когда читает, он воспринимает ее только чтением. А здесь еще звуковая составляющая, которая позволяет закрепить прочитанный материал в памяти. Плюс, когда человек слышит правильное произношение, это одно. И когда правильно расставлено ударение, это тоже. То есть казахский язык, он настолько богат, что его иногда, то есть ты можешь прочитать без ударений, и немножко смысл изменится, даже немножко в значительной степени. А не приведет ли это к тому, что сегодняшние дети и так много не читают, скажем так, да? Они просто будут воспроизводить все это на слух, так же и выучивать. Все-таки нужно же прививать ребенку, скажем, именно любовь к чтению. Ну, главное же это, чтобы ребенок запомнил и усвоил материал. Ну, как вообще будет правильнее? Вначале, наверное, все-таки прочитать хотя бы один раз, да, самому, а потом уже воспринимать на слух, как это должно быть на самом деле. Что вы вообще порекомендуете? Порекомендовать можно, да. Как правильно вообще обращаться с такой технологией? Сразу использовать ручку. Вы так думаете? Я так думаю, да, я так считаю. То есть это, она для этого и предназначена, чтобы читать и одновременно слушать. То есть это можно делать одновременно. Можно ли вообще пользоваться этой ручкой без книги? Допустим, не указывая, а просто в любое время, допустим, да, находишься ли ты на отдыхе, или в автобусе, или еще где-то, просто взять с собой ручку, ее включить как магнитофон, да, или диктофон в любое время. В данной модели эта функция не реализована. То есть обязательно нужно иметь с собой книжку, чтобы ее приложить, и она считывала, да? Да, она должна считывать дот-код, да, и проигрывать соответствующий файл. Этой технологией уже начали заниматься года два, по-моему, да? И у вас и до этого были проекты, вот в частности, Данала Хальпеса. Данала Хальпеса, да. У нас тут собрание мудрости казахского народа. Сейчас я вам покажу. Здесь уже книг намного больше. Здесь, да, у нас и ручка немножко другая. Объемный футляр. А насколько он удобен вообще вот именно при переносе, если надо, будет необходимость такая, чтобы ее можно было взять с собой в дорогу, да? В дорогу, наверное, лучше не брать. Потому что оно действительно тяжелое, да, здесь очень много книг, а они тяжелые, их можно купить, принести домой и дать семье в пользование. То есть мы вообще попозиционировали этот продукт, когда выпускали, что это будет пользоваться в семье. Как часто родители действительно покупают этот, скажем, комплект учебно-методического комплекса? Покупают. Потому что он все-таки дорогой. Он, да. Насколько я знаю, этот один комплект стоит 45 тысяч, в данном случае Данала Хальпеса. Я думаю, что не всем родителям он по карману. Вот, и скажите, вот какова статистика, насколько вот родители действительно приобретают такие необходимые комплексы для своих детей? Покупают, обычно берут в подарок. То есть это такой хороший подарок. Вот нас брали родители для семьи. Прям вот видели они, говорят, о, тут есть колыбельные, нам нужны колыбельные. Для всех семей, да? Здесь есть колыбельные, есть сказки, есть народные песни, гилерсезе, дом браки. То есть, ну, здесь большое собрание у нас. Хал-таглама, хал-жара. Приведите нам какой-нибудь пример. Опять-таки, с ручкой. Мне больше всего нравится здесь это без их жары. У меня маленькие детки, я им иногда ставлю. И они засыпают, в принципе. То есть, тут мы... Этот комплекс у вас есть дома? У меня его нет, но у меня есть этот аудиофайл. Мы специально разработали несколько приложений для айфона, где некоторые книжки разместили, но они там в демонстрационном варианте. То есть, там всего пять произведений. То есть, их можно скачать по интернету? Их можно скачать, да, с AppStore и воспроизвести. Я вам сейчас включу. Нужно сначала... Прочитывать там название книги. Да, сначала нужно подвести. И после выбираем. Тут уже песни, да? Да, тут уже непосредственно... Тут мы нанимали людей с таким приятным, нежным голосом, которые... Я знаю, что, да, некоторые тексты озвучивали. Очень даже такие известные актеры, певцы. Интересно не только детям, даже взрослым, да? Да. Лжа, скажите, вот каким тиражом выпущены эти два учебных комплекса? Так, Абайт Тану выпущен у нас пять тысяч копий. Данал Хальпеса выпущен около десяти тысяч копий. Наверняка наши телезрители сейчас задаются вопросом, где их можно приобрести? Приобрести у нас через интернет. У нас есть сайт интерактив.кз. Там... С доставкой на дом. С доставкой на дом. Пользуются ли эти учебные комплексы спросом вот среди школ? Все-таки, я думаю, они направлены не только для использования в семье, но прежде всего в преподавании. Это облегчает задачу учителя намного, да? Да. И помогает, как бы, закрепить материал. Да-да-да. Он входит в состав рекомендованной литературы Министерства образования. И школы его у нас закупают, берут по пять, по шесть штук для своих библиотек. То есть пять-шесть комплектов хватает, в принципе, на всю школу. Да. И можно им пользоваться, как бы, по очереди, да, передавая из класса в класс. Я знаю, что вы разработали еще одну книгу, называется Теляшар. Расскажите вот о ней. В чем ее особенность? Теляшар – это разговорник, то есть здесь три языка – казахский, русский, английский. Значит, принцип действия точно такой же, но здесь применение для изучения языков. Также можно его взять с собой на какую-нибудь встречу и тоже использовать. И сколько слов содержится в этом справочнике, в словаре? Ну, около пяти тысяч фраз. Фраз. Готовые фразы уже, да? Да. Укажите нам на какую-нибудь фразу и вот как она звучит на трех языках. Это, кстати, очень удобно, да, потому что у нас вот кто изучает английский язык, не всегда знают транскрипцию, как вообще правильно произносить или читать это слово. К примеру, вот… Ну и так далее. То есть здесь мы… каждый язык озвучивал носитель языка. То есть англичанин… То есть здесь английское произношение. Ну, верни-ка, этот справочник пользуется большим спросом, потому что сейчас актуальное изучение английского языка, и не только английского, но и государственного, русского. И это помогает человеку действительно сразу одновременно выучить не один язык, а три сразу, плюс еще с правильным произношением. Да, мы как только его выпустили, у нас он хорошо так разошелся, значит, брали его тоже опять-таки в подарки корпорации. Хороший подарок. А вот если потерять такую ручку, то, в принципе, уже она становится непригодной, или вы продаете отдельно ручки тоже? Можно отдельно приобрести, то есть нужен обязательно этот SD-карта, чтобы ее использовать с книжкой. Поэтому, скорее всего, нужно будет покупать комплект. Если сказать о мировом опыте, вот в каких странах вообще используются такие технологии? Вообще, как они совершенствуются на сегодня? Потому что совершенства нет предела, и новые технологии у нас развиваются очень быстро. Отметил до этого, есть приложение для Android, для iOS, то есть там, в принципе, это аудиофайлы, которые проигрываются. Человек выбирает, оно проигрывается. Это есть. То есть даже вот этот разговорник мы тоже выпустили для iOS-платформы. В данный момент там оно тоже доступно, но там поделенная она. То есть есть чисто где казахские файлы, то есть казахский звук, есть русский и есть все три сразу вместе. Какими инновационными разработками работаете сейчас? В данный момент у нас в разработке система Synapse, это инновационная система, которая призвана стать сердцем учебного процесса. То есть смысл ее в том, что вся учебная программа, физика, химия, биология, либо там начальные классы, будет полностью содержаться на планшете ученика. То есть за его класс у него будет полностью все материалы на своем планшете. Ему не нужен будет... Исключительно все предметы? Все предметы, да. В одном планшете. Там же, то есть все материалы на планшете, этот же планшет будет вас оценивать, то есть он вам будет ставить, грубо говоря, оценки. Каждый предмет идет как модуль, и каждое, допустим, физическое явление, оно идет как модуль, где ученик может с ним взаимодействовать. То есть, допустим, некоторые законы физики, к примеру, их нужно, то есть нужно там зубрить и так далее, да, а тут ученик получает возможность открыть этот закон самостоятельно. Мы ее можем установить уже, на одну школу развернуть, там у нас есть готовая химия, есть готовая физика. Для каких классов? Вот, это начиная с шестого по одиннадцатый класс. Как быть с тем, что у нас нет-нет, из года в год книги меняются, обновляются? Они обновляются, конечно, то есть один планшет, допустим, в этом году. И мы хотели бы предложить, чтобы это было персональное устройство ученика, то есть это его личная вещь. Ну, насколько это реально на самом деле, на практике? Это, конечно, в идеале, потому что не каждый может себе позволить такой планшет. Есть школы, которые работают уже вот с этим планшетом? Есть школы... Хотя бы на экспериментальной форме? Есть, есть. Мы установили, получается, поставили 40 планшетов, это два класса, вот они используют. И в онлайн-режиме можно посмотреть, как успеваемость у учеников, то есть какая у них успеваемость. Где они... А есть первые результаты? Насколько повысилась успеваемость учеников? Есть. Насколько она помогает им освоить этот материал? Да, мы уже запустили пилоты, и апробация прошла успешно. Хотелось бы отметить, что наш комплекс, он по-настоящему инновационный и может быть использован в школах для того, чтобы действительно повысить успеваемость. То есть там есть экспертная оценка, учителям не придется заполнять табеля, ставить оценки, эту систему за них сделать. Конечно, в конечном итоге учитель будет оценивать, но у него будет материал, с которым можно работать. То есть вот ученик на протяжении всего года он занимался, у него вот такие... Как он изучил этот курс? Да, как он изучил... Это как GPS, который показывает, где на карте знаний вы находитесь. То есть у нас, допустим, по физике, да и по химии есть карта знаний, где, чтобы изучить один предмет, одну тему, ты должен знать сначала предыдущую. На последней выставке World Deduct министр образования был, мы им показали всю нашу систему. То есть там стоял большой планшет, большой экран и несколько планшетов мы там где-то в 20 штук их поставили, установили, на всех развернули нашу систему. И можно было сделать какое-то задание и мгновенно увидеть результат, который бы видел либо родитель, либо учитель, то есть либо сам ученик, когда будет заниматься. И нам бы хотелось видеть больше поддержки со стороны министерства. То есть... Чтобы внедрить эти инновационные технологии в учебный процесс? Эти инновационные, да. Эти технологии, они без поддержки государства, они сами очень трудно пробиваются. То есть нам действительно нужна помощь. Мы уже показали, что эта система работает. Улжас, спасибо вам за интересную, увлекательную беседу. Желаю вам достичь всех целей, действительно, чтобы ваши эти инновационные технологии были внедрены в учебный процесс. И новых научных вам разработок. Спасибо большое. Спасибо вам. Ну а телезрителям я напомню, что сегодня у нас в гостях был Олжас Сулейменов, технический директор интерактивной компании. Нашу программу вы также можете посмотреть на сайте bmtv.kz. Спасибо за внимание. Смотрите нас по будням в это же время. Субтитры подогнал «Симон»